Недельная глава Пкудей Очень долго в ней перечисляется, что делать и как делать Процесс изготовления скини И всего того, что в ней находится Все описывается так подробно Что мы можем сделать вывод, насколько это важно и значимо Вы знаете, что есть две фразы в мире, которые не дают никакой гарантии Но при этом являются самыми распространенными Я люблю тебя И сделано в Китае Почему такая вот сделана в Китае? Ну потому что у нас у всех есть стереотип Раз сделано там, значит развалится, еще не успеешь из коробки достать Но вы знаете, что оказывается это далеко не всегда так Я давным-давно покупал в Китае Вот где-то здесь висят наушники И они до сих пор живы Ну я покупал в другой стране, но они были из Китая И оказывается они умеют делать очень хорошо Но если мы заказываем у них дешево, то они сделают в соответствии с нашей оплатой В Писании мы видим, что здесь сделали все настолько на совесть Каждую ниточку вплетали в нужное место Знаете, что такая работа увлекает Ты становишься профессионалом в этом Но потом однажды ты заканчиваешь эту работу Я представляю, что для тех людей, которые так старались, так трудились, так готовились Это окончание процесса тоже болезненно У тебя есть риск подумать, больше я не нужен Как в отеле, да, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить То есть ты чувствуешь себя уже не при делах И можно огорчиться, но Но эта работа, как бы она ни была важна, ни была целью И дальше идет следующий этап Которому тоже посвящается большая часть этой главы И что мы говорим о многое в этом Освящение Гдуша Что значит освящение? То есть твоя работа, она начинает быть посвященной чему-то Когда строители закончили дом, в него важно зайти, заселиться, обустроиться Вот тогда он становится домом Сегодняшние странные рыночные условия породили интересную ситуацию В некоторых странах стоят пустые многоэтажные красивые дома Целые города, готовые инфраструктуры В которых нет ни одного жителя То есть там эти города построены, но не посвящены Если мы можем провести такую параллель И дальше идет посвящение, сороковая глава Двенадцатый стих И приведи Аарона и сынов его ко входу в Скинию собрание и омой их водой И облеки Аарона в священные одежды И помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне И сынов его приведи, и денег в хитоны И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне И помазание их посвятит их вечное священство в роды их Если работа имела начало, имела окончание То освящение, Писание говорит, и вечное священство роды их Писание обещает нам, что если мы однажды что-то освящаем для Господа Отделяем для Господа То это может быть чем-то, что останется в поколении, в вечность И это кажется так прекрасным Но это не конечная цель Тридцать четвертый стих И покрыло облако скинию собрания И слава Господня наполнила скинию И не мог Маше войти в скинию собрания Потому что осияло ее облако И слава Господня наполнила скинию Какие прекрасные моменты Господь вселяется, приходит, наполняет то, что посвящено Ему Если мы проводим параллели с нашей жизнью С нашими сегодняшними реальными делами Я верю, и мне хочется верить, что каждый из нас ощущал хотя бы однажды эту силу помазания Когда мы чувствовали, что Бог наполняет то, что мы делаем Потому что мы делаем это хорошо Потому что мы делаем это для Него И мы отдаем Ему за эту славу И он приходит И нам так хочется остаться с Ним И нам так хочется остаться с Ним И нам так хочется остаться с Ним И остаться в этой прекрасной славе Я представляю себе, знаете, эти мгновения поклонения Когда ты в какой-то песне В какой-то хвале И тебе хочется в ней продолжать быть Бывало у вас такое? Наступает такое мгновение Которое хочется как в этой Остановись мгновение Ты прекрасно Когда были волны пробуждения 90-е раньше, позже Хотелось оставаться на гребне этой волны Неправда ли? Я помню в Шотландии Когда пришло это пробуждение То лошади перестали понимать погоняющих Потому что до этого Погоняющие обращались к лошадям нецензурно Но потом Дух Святой обличил И лошади перестали понимать Цензурную англическую речь Говорят, тюрьмы пришлось закрывать Потому что больше никто Не хотел совершать преступления И хочется сказать Стоп, 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 стоп Мы хотим быть здесь Мы хотим быть на этой гребне Мы хотим быть на этой волне Но каждая такая волна Потом Спадает и завершается Выполнив свою задачу Так классно быть Когда Скинио Собрание наполняет Облако славы Но вы знаете Что и это Не было окончательной целью Существования Скинии И в 36 стихе мы видим 40 главы Когда поднималось облако От Скинии Тогда Отправлялись в путь Сыны Израилевы Во все путешествие свое Если же не поднималось облако То и они не отправлялись в путь Доколе оно не поднимется Ибо облако Господне Стояло над Скинией днем И огонь был ночью в ней Пред глазами всего дома Израилева Во все путешествие их Схождение облако славы Это только начало пути И дальше нам предстоит За этим облаком славы Ити шаг за шагом И мы помним прекрасно Что эта дорога была Далеко не простой И были очень жесткие испытания И были наверняка такие моменты Когда вспоминался и Египет И когда уже начало Вымирать поколение Египетян Вспоминалось то прекрасное время Когда можно было просто В Скинии постоять В таком прекрасном наполнении Божьем Но цель была Прийти в землю И населить ее И там установить Очаг славы Божьей В поколении В нашей жизни Точно так же Как в этих местах Писания Наверняка будут моменты Куда хочется нам вернуться В наших мечтах Где нам было тепло И хорошо Душевно Но Божья слава Продолжает идти вперед И там ее уже нет Но впереди нас ждет То прекрасное Что приготовил нам Бог Амин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому